Ну что, когда там начинается программа? Сейчас? Поехали. Тема этого курса — это популярное моделирование. Это напрямую связано со структурой. Естественно, для вас, наверное, известно то, что структура химических молекул определяется электронной плотностью, которая образуется вокруг атомов, из-за чего у нас есть какие-то специфические свойства этих молекул. Естественно, то, что расчет электронной структуры — это может быть немаловажная часть, или хотя бы, не то что, скажем, немаловажная, но та часть, которую хотя бы примерно надо понимать, о чем идет речь. И раздел, скажем так, физики или химии, что-то среднее между ними, а именно физхимия, которая занимается обсчетом электронной структуры с точки зрения химических свойств, называется квантовая химия. Дело в том, что если вы посмотрите какой-нибудь учебник по квантовой механике, по квантовой химии, то вы быстро идете в уныние по причине обилия всяких формул. И, в общем, достаточно развитого математического аппарата. Дело в том, что я не предполагаю, что в этом курсе я буду вам напоминать всякие операторы, линейные комбинации и прочее, линейную алгебру, для того, чтобы, в общем, попытаться что-то вывести. И даже, наверное, это и не надо, потому что в большинстве случаев люди, которые занимаются биополимерами, они редко занимаются разработкой программ для обсчета квантово-механических свойств. Они просто ими пользуются. Поэтому давайте срочимся, естественно, что нам все-таки интереснее работать с биополимерами. Они, как ни странно, сами в целом практически никогда не обсчитываются с квантовой механической точностью, по той причине, что это очень значительные расчеты. То наша задача на самом деле не попытаться полностью понять весь формализм математический, с помощью которого вводятся эти формулы, а разобраться просто-напросто в том, какие упрощения делаются для того, чтобы мы могли посчитать, и как мы, или что, и в каких случаях можем использовать. Поэтому вот эти две, или, по-моему, три все-таки лекции у меня про введение в квантовую механику, они на самом деле имеют очень поверхностный характер, направлены скорее на то, чтобы даже когда вы начнете читать чьи-то статьи, чтобы вы просто не пугались неким зловещим буковкам и, может быть, ужасным формулам. Просто это все достаточно просто, главное просто следить за некоторыми вещами. Это маленькая преамбула. Теперь давайте снова я повторяю, что такое квантовая химия. Квантовая химия, в принципе, это экспериментальная квантовая химия. Это, естественно, вся спектроскопия. Ну, практически все. Вы должны понимать, что свойство, способность поглощать излучение или волну, оно связано именно с электронной плотностью то или иное вещества. Естественно, волна – это у нас что? Так иначе все имеет отношение к квантовой механике. Вот. Естественно, что есть на фоне всего этого и теоретическая квантовая химия, которая, именно как я уже упомянул, является тем разделом науки, который пытается исследовать электронную структуру молекул и на основании этого определять химические свойства, эрекционную способность веществ в различном окружении, на основании просто всем известных константов, таких как постоянная планка, скорость света и заряд электрона. Вот. Собственно говоря, давайте посмотрим, что у нас на сегодняшний момент может квантоваться. Как бы это не смешно звучало. Значит, естественно, как вы знаете, что есть знаменитые принципы неопределенности, суть которого относится к тому, что мы не можем достоверно определить положение какой-либо частицы, мы можем только более-менее достоверно определить импульс частицы и ее положение, где-то их что-то перемноженное. И это должно быть больше, чем постоянная планка. Отсюда следует, что чем меньше частица, тем у нас менее понятна ее положение. То есть она начинает больше вести себя как волна. Вот, собственно говоря, давайте посмотрим. У нас есть, допустим, ядро. Масса ядра какого-нибудь элемента, ну, может быть, разная. Ну, она достаточно большая, и известно, что ядро, в принципе, в массе своей не проявляет квантовых свойств, а именно свойств волны. Собственно говоря, формально любой предмет, который мы можем наблюдать, он может иметь свойства волны. Только они могут быть, ну, очень малопредставлены. Ведь вы должны понимать также, что еще ядро – это тоже составная часть, да? Это не какая-то элементарная частица. Это составная часть из многих элементарных частиц. Естественно, средний размер в данном случае относится к электрону, который, как вот принято называть, это как пухсикулярно-волновым дуализмом. Одновременно является и… он проявляет свойства частицы, то есть он имеет какую-то скорость, там, положение, ну, и свойства волны, естественно. И фанон, естественно, не проявляет, в связи с тем, что это очень легкая частица, это квант света, который, естественно, проявляет только свойства волны, предположительно, но не проявляет свойства частицы, да. Фанон или фанон? Нет, именно фанон. Именно как элементарная частица, он описывается именно так. Так. Давайте посмотрим, как это, как реализуется для такой вот неопределенной ситуации описание или какой-либо функции. Описание системы, в которой есть частицы, которые могут вести себя, как и частицы, как и волна. Для этого вводится такой параметик – волновая функция. Ее суть очень проста, на самом деле, что квадрат – это функция, которая описывает положение предполагаемой частицы. или если частица имеет свойства и волны, и частицы, то как бы вот частичные части этого явления. Естественно, волновая функция в данном случае – это нечто по соглашению. Копенгангской интерпретации квантовой механики сводится к тому, что абсолютное значение квадратоволновой функции – это есть вероятность встретить эту частицу в определенном месте пространства. То есть это функция, которая в итоге описывает вероятность положения чего-то этой частицы где-то. В связи с тем, что это волна, поэтому здесь всегда у нас есть такое понятие, как вероятность. Что еще? А, еще есть немаловажное значение – то, что часто в эту функцию вводятся комплексные значения по некоторым причинам, которые связаны с тем, наверное, что мы рассмотрим чуть позже. Вот. О, сейчас мы здесь должны что-то заиграть, а может, не заиграем. Вот. Значит, естественно, то, что, когда мы с вами рассматриваем какой-то гармонический осциллятор, который имеет маятник, имеет какое-то гармоническое движение, например, маятник и еще чего-либо, то мы рассматриваем, как правило, некую диализированную систему, в которой маятник совершает колебания, не имея сопротивления воздуха, не учитывая неоднородность натяжения струны и так далее. Но в квантовой механике, собственно говоря, мы тоже часто используем кучу приближений. И, как вы видите, если мы траекторию гармонического осциллятора какого-либо попытаемся перевести в функцию, то мы уберем вот такие вот волновые движения. И у нас, естественно, для этих волновых движений есть некие стационарные состояния. Еще раз запустить? Нет? Или все уже все видели? И сложные манипуляции. Не проигрывается еще раз. Вот что значит волновая функция, по большому счету. Это когда мы пытаемся описать положение частицы или в виде функции, в которой есть волна. Почему есть такое понятие, как осциллятор? Как вы думаете? Почему здесь говорится сразу о осцилляторе? Что такое осциллятор? Ну что-то, что колеблется, да, у какого-то среднего положения. Мы с вами только что говорили об этом принципе неопределенности. Помните? О том, что нельзя определить положение, однозначно положение или однозначно импульс. Можно определить их произведение. Оно должно быть меньше, чем постоянная планка. Больше, хорошо. Пусть будет больше, да. Оно должно быть больше, чем постоянная планка. Значит, это отсюда следует, что у нас у любой частицы, у которой есть волновые свойства, ну и, а вы видите, у любой частицы есть волновые свойства, сюда должно быть какое-то движение. Правильно? Это есть осциллятор, по большому счету. Итак, в ходе работы физиков над попыткой понять о том, как все вот это происходит на уровне элементарных частиц, Шридингерам было предложено следующее уравнение. Вот такое вот простое уравнение. На самом деле основная причина этого, ну то есть основное приближение этого уравнения стоит в том, что, на самом деле даже не обязательно запоминать, что идея этого уравнения стоит в том, что если у нас есть некая функция, с помощью которой некоторые значения умножить на волновую функцию, есть оператор умножить от этой функции. То есть собственное значение. В чем тут идея? Идея приближения Шридингера в основном стоит в том, что было принято приближение о том, что электроны не меняют своих свойств, и не меняют своего ускорения, когда они находятся на разных орбиталях. То есть это не релятивистское решение вот такой вот сложной электронной системы. Дело в том, что на другие строители предлагали релятивистское решение. Но суть этого решения сводится к тому, что здесь у нас есть две основные переменные. Это волновая функция, которая зависит от времени. И координат, она вот есть не что иное, умноженная на собственное значение, есть не что иное, как оператор этой же самой функции. Теперь давайте посмотрим внимательнее, на самом деле нас интересует то явление, когда на самом деле система находится в стационарном состоянии. А это что значит? Это значит, что поле внешних сил, которое здесь описывается с помощью вот этой вот буквки В, оно всегда действует одинаково. Давайте я разъясню, что это значит на пальцах. У нас с вами на самом деле вот в этом операторе, это не что иное, как вы думаете, что это такое за энергия? Тип энергии. Да, а как вы догадались? Кто импульс? Это что такое? Это трюбончик перевернутый. Ну да, там справа написано. Так что это такое по сути? Если расстояние. Если вот на самом деле здесь вас начинает что-то смущать, да? Значит, на самом деле это не что иное, это как квадрат скорости. Потому что вы пытаетесь сделать вторую, даже, скажем так, ускорение. Хотя, если по-честному, должно быть квадрат скорости. Ведь это вторая производная по координатам, да? Вторая производная по координатам – это ускорение. Значит, получается, что на самом деле это не ускорение. Потому что ускорение должно быть еще где-то время указано. Просто вторая производная по координатам. Естественно, она отображает так или иначе скорость. Если у нас это… И вот это все отображает кинетическую энергию. Тогда вот это у нас что может отображать? Как я говорил, потенциальная энергия, да. Все очень просто. Есть всегда две компоненты. Это кинетическая энергия и потенциальная энергия. Потенциальная энергия, естественно, в случае взаимодействия электронов с ядром, как вы думаете, что это такое? Ну, просто закон Кулона. Поэтому, собственно говоря, после небольших таких превращений и утверждения того, что у нас потенциальная энергия не меняется во времени, а то есть, в принципе, можно было себе представить ситуацию, когда у вас заряд ядра менялся бы во времени и количество электронов в системе менялось бы во времени. Такое себе можно представить. Но с точки зрения химии, в общем, случаев нам это неинтересно. Правда ведь? Потому что мы рассматриваем молекулы более-менее в стационарном состоянии, когда они обладают одним и тем же количеством протонов, электронов и, в принципе, живут в более-менее равновесной жизни. Единственное, что с ней может происходить, это изменение положения электронов на разных орбиталях, что приводит к чему? Посмотрите, у вас есть два атома. У них у каждого есть свои электроны на своих орбиталях. А потом у них орбитали смешиваются. Электроны, естественно, тоже смешиваются. Что образуется? Правильно. Хорошо, что мы об этом помним. Это, собственно говоря, ничто иное, как просто-напросто изменение формы орбиталей, опять же, которые попадают в понятие луновой функции, и просто-напросто и все. То есть количество электронов, количество протонов не меняется. Поэтому даже образование колонентной связи с точки зрения квантовой механики это все равно факт того, что система находится в навесном состоянии, то есть у ней нет изменения во времени количества протонов и количества электронов. Понятно? Хорошо. Вот, собственно говоря, обозвав тот оператор гамальтонианом, который состоит из двух составляющих, опять, и генетической, и потенциальной, было приложено всем известное уравнение Шриддинга с красивыми буквами, что гамальтониан волновой функции есть собственное значение, есть произведение собственного значения этого функции на саму функцию. Естественно, тут, где причины и следствия. Откуда взялся гамальтониан и что такое буквка Е? Е — это, естественно, энергия. А гамальтониан подогнан так, чтобы из волновой функции получалась энергия. Это такой оператор просто-напросто. А операторы могут быть разные, которые получают, можно сюда подставлять и получать вот здесь вместо буквки Е не только энергию, но и что-то другое. Но об этом мы говорить не будем, потому что все-таки нас в основном интересует энергия, которая так и иначе будет отображать оптимальность системы, которую мы рассматриваем. Итак, естественно, что, посмотрев на то выражение более внимательно, мы с вами увидим, что можно посчитать энергию. Формально можно посчитать энергию для любой системы, для которой нам известна волновая функция. Что для этого надо сделать? Для этого надо умножить комплексную часть волновой функции на оператор волновой функции по пространству, проинтегрировать, естественно, и все это поделить, собственно говоря, на саму волновую функцию, которая умножается на ее комплексную часть. Естественно, что в данном случае R, что такое R, давайте подумаем, это просто координаты системы. Естественно, координаты системы могут быть Декартовы, сферические, все что угодно. И когда мы интегрируем, мы все-таки должны интегрировать от минус бесконечности до плюс бесконечности. И в этом есть некая проблема. Так. С точки зрения вычислительных методов. А с точки зрения аналитических методов проблем нет. Если у вас есть хороший интеграл, который сходится, то всегда его можно как аналитически придумать, как его решить. Вот, собственно говоря, основное введение в эти волновые функции. И для того, чтобы все вот это решать не с помощью бумажки с ручкой, а с помощью компьютера, нам нужно накладывать некое ограничение. Мы должны использовать численные методы для решения этих интегралов. Как же это? Давайте посмотрим, как мы можем с этим иметь дело. Прежде всего, если мы по-честному... Ой, вы поняли, да, что здесь должно быть в степени. Впрочем, и везде. Если мы с вами имеем дело с такими маленькими значениями с точки зрения системы C, то было бы разумнее на будущее немножко упростить уравнение, объявив, что одна все изменять в неких атомных единицах. Ау или хатру, их можно называть. Собственно, ра в атомных единицах может изменяться у нас с вами масса, энергия, заряд, ну и длина. Хотя, давайте, кто-нибудь помнит, как вы думаете, как соотносится длина в один бор с одним экстремом? Экстрем это какая степень? Сколько боров в одном экстреме? Почти два, да, все верно. Ну, естественно, как вы быстренько посчитали, что если у нас радиус протона, он или диаметр протона, один экстрем, как вы думаете? или радиус у протона? Вы сказали, что у протона радиус один экстрем. У атома водорода от протона чем отличается? Вот. Да. тогда получается, что у нас с вами есть один протон плюс один электрон. Это атом водорода. Действительно. И у него радиус получается один экстрем. экстрема, Тогда в бурах у него будет два экстрема. По каким причинам выбраны буры как единицы измерения, если честно, я не знаю. Это может где-нибудь почитать. но просто надо запомнить, что в основном для упрощения работы в квантовых механике используется своя система кардиналов, в которой расстояние меряется в бурах, масса меряется в массе электрона, что еще? А заряд тоже меряется в массе электрона. Почему? Ответ очень простой, потому что вот это наверху уравнение видите, оно слегка превращается в уравнение, которое выглядит гораздо проще. Понятно почему, да? Потому что если у нас вот здесь единица, здесь у нас вот это энергетическое ставление тоже единица, вот это здесь у нас тоже все превращается в единицы, вот это единица, это у нас тоже нормированное значение. Получаются только большие перемены ZR и просто скорость электронов. Собственно говоря, я почему-то хотел, чтобы мы с вами поговорили о протоне или атоме водорода по очень простой причине. По той причине, что уравнение Шредингера можно аналитически решить для атома водорода. То есть, когда у вас есть две частицы. Одна положительно заряженная, другая отрицательно заряженная. И аналитическое решение его протекает достаточно муторно и долго, но ключевой момент стоит в чем? В том, что мы с вами пренебрегаем поступательным движением атома водорода в пространстве и можем тогда центрировать систему координат на что? На протон, естественно. Если концентрируем систему координат на протон, тогда, собственно говоря, какой удобный способ представления координат электрона будет? В сферических координатах, естественно. У нас будет радиус и углы. После тут можно приводить, но я этого не буду делать. В ходе решения этого уравнения, которое в итоге превращается в уравнение с параметрами, оно рассказывается на две основных составляющие. Это, собственно говоря, это составляющая, в которой причисляются только параметры, умноженная на какую-то сферическую гармонику, обобщенную поленом лагерем. Это все какие-то умные слова, но итог такой, то, что если мы решаем уравнение Шредингера, то мы получаем какое-то уравнение, в котором много параметров. И эти параметры при применении теории пределов, помните, такое вот, если что-то у нас максимально такое-то, то чему будет равняться этот параметр? Оказывается, что у нас получаются некие числа, которые называются НЛН, ну так названные, просто они так получились из-за решения этого уравнения. И тоже у вас должна вспомниться любимая вами общая химия, которую вы проходили в школе, где Н это что у нас? Здесь написано, да, основное число. что это такое обычно? А? Электронирование, правильно, отлично. Тогда Л орбитальное число. А что это значит? Да, верно. Ну, М и так далее и тому подобное. Еще есть и спиновое число формально. Но пока у нас рассматриваем мы только систему с двумя частицами, у которой есть положительный заряд и отрицательный заряд. И, естественно, в данном случае спины еще нет. По понятной причине, да? Что спина возникает, когда у вас есть уже два электрона. Вот. Вот, собственно говоря, решив это уравнение и подставляя сюда разные значения для наших основных квантовых чисел, можно получить красивые картинки. Как вы думаете, что это за картинки? Это действительно волновые функции, которые описывают положение электрона в атоме водорода на всех возможных уровнях. Вы, наверное, догадываетесь, что, конечно, мы с вами привыкли думать, что у протона электрон находится на 1s-орбитале, да? А если мы возьмем его и возбудим, то он будет на какой орбитале? Во! Смотря сколько мы энергии положим, на сколько он возбудится, на какую орбиталь он перескочит. То есть, на самом деле, вот это решение в сравнении Шриденера явно показывает нам, где может находиться и какую форму будет иметь волновая функция для электрона в протоне при всех возможных историях жизни, пока он от нее не удалится на бесконечность. Вот, собственно, говоря, как это выглядит. Поэтому какие-нибудь вопросы есть по поводу этого изображения? Наверное, не должно быть. вот это собственно есть срезы волновой функции, ну, когда у вас вы смотрите за просто изменением радиуса. Естественно, там отсюда возникают еще некоторые дополнения, и, известно, что у нас есть квантовые числа, которые описывают направление электронного облака по осям, поэтому у вас есть Px, Py, Pz орбитали и так далее и тому подобное. Это все выводится с помощью просто математики и решения уравнений, и эти формулы, эти формы орбитали, они на самом деле есть абсолютно теоретический результат решения уравнения Шредингера для атома водорода. Ничего в этом сложного нет. Единственное, что сложно, это большие длинные формулы, которые, если вы уж ходите на матан и прочее вы должны понимать. Вот. И дальше у нас случается самая неприятная вещь, которую можете себе представить. Никого не интересует атом водорода. Правда? У нас не интересует система, в которой всего две частицы. У нас интересует система, в которой много частиц. А вот тут господа астрономы вам легко скажут, что для решения аналитического решения для системы из n тел, где n больше 2 невозможно. Ну, по-настоящему невозможно. Аналитическое решение для всех возможных комбинаций взаимных положений. Ну, скажем так, при текущем математическом аппарате. Это, собственно говоря, делает для нас вравнение Шреддингера для, допустим, для гелия уже невозможно. Поэтому тут возникает еще одна проблема. Это необходимость различать электроны. Потому что, если у нас есть два электрона, то мы экспериментально когда-то узнали, что у них должен быть спин. То есть делая возбуждение, изучая спектр возбуждения разных, скажем так, Гейзенберг изучал возбуждение гелия и смотрел на его спектры, из этого сделал заключение, что электроны имеют еще какое-то дополнительное свойство, которое называется спином. И как ни странно, ведь электроны, находящиеся на одной орбите, с точки зрения волновой функции, должны отталкиваться. Правда ведь? И две троцетные частицы находятся в одном и том же самом месте пространства. То есть волновая функция должна в этом случае работать плохо. Но на самом деле это все не так, потому что они имеют разные спины. А в реальности это означает, что они находятся просто по разной стороны одного и того же формы электронного облака. Итак, нам нужно различать электроны. Здесь начинаются тоже проблемы. И естественно, когда у нас электронов больше, чем один, у нас волновая функция описывает просто формально плотность вероятности нахождения какого-либо электронов в этом месте, но не конкретного. У нас получается неразличимость электронов. Если у нас есть неразличимость электронов, то как мы можем следить за X-пином? Мы же не помним, какой электрон как называется, мы не даем ему имена. Мы знаем, что он может просто быть каким-то итем. Поэтому для решения вот этих проблем было решено использовать первое утверждение, которое называется адибиотическое приближение. Адибиотическое приближение предполагает само в себе, что из-за того, что электрон сильно легче протона, то скорость его движения сильно выше. У нас как знатоки, можете быстренько посчитать, во сколько раз протон легче, тяжелее электрона. Во сколько? В 2000 раз примерно. Естественно, что в этом случае это действительно приближение, потому что в некоторых случаях есть какие-то релятивистские эффекты, которые могут на все это влиять в каких-то сложных ситуациях, когда у нас все очень непросто и непонятно. Но тем не менее, если мы можем разделить отдельно волновые функции протона и электрона, тогда мы собственно говоря можем считать, что энергия всей системы это есть не что иное, как сумма энергии протонов плюс сумма энергии электронов. То есть мы заведомо уже отодвигаем из нашего расчета из рассмотрения ядро. Это просто некое внешнее поле, которое оказывает некое влияние. Основная составляющая, что нас интересует в данном случае, это естественно энергия, которая образуется электронной плотностью. Тогда у вас есть более чем один электрон. Так. давайте сейчас мы сделаем маленький перерыв. У меня почти половина слайдов прошло. И после перерыва я вам расскажу про атом гелия, как его можно будет считать. Так, у вас есть какие-нибудь вопросы или что-нибудь непонятное из-за того, что я говорил? Кого? Адиоботическое. Или бурном ампергеймера. Где на самом деле часто делаются такие приближения и в зависимости от разделов молекулярной механики или квантовой механики эти приближения имеют немножко разный смысл. Так, еще какие-нибудь вопросы есть? Ну, что-нибудь в голове не укладывается, вот кажется откровенно непонятным. Мне сейчас непонятно, что причина следственная для разного энергия энергии когда гигантам волновой функции дает нам собственное значение волновой функции умноженной волн. на есть некая функция, оператор, с помощью которой вы можете превращать эту плотность в другую функцию, то оказывается, что, ну, основной вывод из этого уравнение следует, что если вы примените какую-то операцию к функции, то можно получить эта новая функция, будет не что иное, как предыдущая функция умножена на и собственное некое значение. На самом деле, вот это, это является естественной сутью вещей. Ну, действительно, это очень простое утверждение. У вас есть распределение электронов в пространстве, да? Вот от того, где они находятся, от этого зависит энергия. Значит, у них есть какое-то собственное значение всегда, зависимо от того, как у вас электроны распределены в пространстве. А вот как выяснить, можно ли получить равенство? Вот этот ключевой момент стоит в равенстве, в том, что подогнали некоторую функцию, некий оператор, по то, чтобы распределение электронной функции, получить новую функцию, которая равнялась бы распределению перемноженному значению собственного значения функции умноженной на саму функцию. Да, начался. А почему вы приходите, если вы такой оператор, если вы такой оператор? А вот если мы примем на другой, то у нас получится другое собственное значение. На самом деле, мне надо будет потом вставить, в зависимости от того, какой мы оператор применяем, мы можем получать разные значения. Можем магнитный момент получить, можем еще что-то. В зависимости от того, что мы хотим получить за волновой функции. Если волновая функция, она описывает положение электронов, то формально из всех этих функций мы можем получить любое свойство электронной системы. Прады, можем получить какой-то момент, магнитный, дипольный, все что угодно. В данном случае мы получаем просто энергию. Почему энергию? Энергия здесь получается из очень простых вещей, что у нас энергия, она описывается просто даже классическими законами. в данном случае, это кинетическая энергия плюс потенциальная энергия. Стандартная физика. Где у нас кинетическая энергия, это способ изъять из расположения электронов их скорости, а потенциальная энергия из их расположения, изъять, насколько сильно они притягиваются к ядру. И отталкиваются между собой, естественно. Сейчас, то есть, что вы слышите, что в начале кого-то сильнее лучше, правда, должен быть таким, потом я посмотрел, сказал, что вы есть такой терапия, что если вы применяли его к правильным функциям, то она получит сигналы. Да. То в этом он теперь вырешает, и это очень правильный функция. Примерно вот именно весь и поток мыслей. На самом деле, естественно, что это все было достаточно много итериативных подходов, и это уравнение, оно не работает в ряде случаев, когда мы включаем с вами релятивистские эффекты. Вот тогда у нас начинается все гораздо сложнее. Но релятивистские эффекты для протонно-электронных взаимодействий, как правило, имеют незначительную роль. Они, как правило, работают на гораздо более легких и простых частицах, более элементарных частицах. Это просто итеративное исследование физическое. Это формула, выведенная физиками на основе просто адаптации наблюдаемых явлений под общую теорию. И, в принципе, для вас не секрет, что есть такое понятие, основная теория, по которой искали бозон Хиггса. Если бозон Хиггса существует, то основная теория верна. И тогда вот это все тоже отчасти верно. То есть, в каких-то приближениях. А приближения эти верны. Но если бозона Хиггса не нашли, то вот этот весь рассказ не имел бы ни малейшего смысла. Здесь вот надо понимать, что это все эти уравнения, это не что иное, как попытка интерпретировать и решить в рамках определенной математической модели наблюдаемые физические явления. А явлений там очень много. Они все непонятные. Прежде всего, сама вся функция. Договорили, что в новой функции описывают что-то. И придумали, как она описывает. А дальше под это придумали оператор, который возвращал бы энергию от этой функции. А это пси-этофункция или есофтная? Пси-этофункция. Е. Нет, давайте это обсуждать. На самом деле, вещь достаточно действительно, может быть, с первых раз непонятная, но у нас есть очень простое утверждение, что у функции электронной плотности есть собственное значение. Все значат такое, собственное значение функции. Собственно говоря, вот, собственно, значение функции умножить на саму функцию, есть гамильтан от этой функции. Вот это основное равнение Шриддингера, которое стационарное, когда у нас время не меняется. Ну, давайте подышим. Ну, давайте подышим. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . . . Спасибо. 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 . . . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . . . Спасибо. Спасибо. Менкодер. 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 Ну, я понял. Он тоже наше все. Хотя, если честно, судя по тому, как висит в интернете презентация моей защиты, это не наше все. Там же синхрон по самой неболусе. Где-то спичи заканчивается посредине видео. мой сын на две трети да да когда я стал там перегонять а где-то эти говорится вы рыбал битрин до это знаете это метод или то задание занятия там хочется заниматься хорошо демки вам прогнали старушки у него чуть-чуть ну блин это хорошо на то что соответственно самоуверенно с другой стороны не она запустить уже неплохо так ну что давайте начнем значит на чем мы остановились мы остановились на том что у нас есть некий оператор который с помощью которого для двухчастичной системы мы можем получить собственно по сути дела собственное значение волновой функции естественно что если у вас в системе три частицы то что тогда у нас происходит у нас у каждого электрона должен быть свой оператор который отображает и у нас волновая функция уже должна зависеть от двух частиц электрона 1 и электрона 2 и тут у нас собственно распоминается наш пресловутые воспоминания о спине и здесь у нас возникает проблема как нам с этим жить потому что мы должны получается как-то разделять электроны находящиеся на одной пространственной орбитали тут нас есть четкое уже распределение давайте считать что те орбитали которыми научились считать для атома водорода они начинают называть пространственные орбитали орбитали которые находятся в многоэлектронных системах они будут у нас называться спин орбитали потому что они есть не что иное как это очередное конечно приближение как перемножение функции пространственные орбитали на некую функцию которая является спин орбитали а тут начинается самое смешное что такое функция спин орбитали как вы думаете сказать вот у вас приводит такая проблема вы не знаете как и решить вы тут вы физик 20-30-х годов перед вами у вас вы научились считать пространственные орбитали то есть как будет там п облако там и еще чего-то но тут у вас есть понятия спина чтобы вы сделали ну как взяли поделили что-то вот как у пространство так по функцию пространство обитали попала на дайте еще упрощу у вас есть что такое волновая функция для 1s электроны просто шарик который функцию что с ним делать канал по его получается второй ли там как вот надо делать какие-то очень манипуляции с шариком разрешить с одной стороны быть одному электрону а втором быть в это время с другой стороны значит на самом деле все это делается очень просто в системе координат опять же сферически которые центрированы на внимание на ядро этого протона выделяете следующее условие что если спин плюс 1 2 то спиновая функция это допустим 0 а если минус 1 2 то минус единица таким образом у вас получается что что электроны должны формально находиться по разную сторону по инвертированному значению то же самое орбитальные функции тогда у нас вроде бы все получается что в пространстве у нас вот это спин орбиталь это для каждого электрона она будет относиться между двумя электронами находящиеся по сути дела в одной ячейке с как минус 1 все поняли эту простую логику нет то есть взяли перевернули функцию вот у нас допустим давайте представим у нас была гантелька которая по орбиталь это видео упадет наверно у нас была гантелька которая виде по орбитали зал на оси x то спина орбиталь будет гантелька вот так гантельки перевернуты относительно той же самой оси x естественно что вероятности будут у них находя найти один электрон здесь то тогда второе это должно находиться точно предположенном месте этой гантельки логично ну собственно пользуюсь такими предположениями у собственно разбили записали волновые функции уже спина орбитали для обоих электронов что нас есть волновая функция первого электрона умножить на волновую функцию второго электрона и волновая функция также от положения первого электрона они тоже нужно на самом царю первое брена от первого электрона в soup harmful канала второго электрона когда лайки 2 bubble и следующая комбинация это у нас естественно волновая функция первого электронного второго электрона многим Humans tomorrowetin 1 еще поняли комбинаторное правило то что мы должны перебрать все электроны во всех функциях как результат у нас получается что общая волновая функция это не что иное как вот традиционное решение матричного уравнения для этих целей и что у нас получается получается что если вот в этих вот в этих перестановках в определенных случаях у нас волновая функция равняется нулю а чему должна равняться волновая функция когда мы интегрируем ее от нуля от минус бесконечности до плюс бесконечности если что да ну то есть если мы в итоге все приводим плотности вероятности единицы естественно и нулю она может равняться только в том случае если когда у вас на садим на одном и той же орбитали находится электрон с одинаковым спинам что означает что это быть не может логично это как называется принцип да тут написано к сожалению это принцип паули о том что при всех прочих равных квантовых числах у вас должны быть разные спиновые орбитали спиновые числа вот собственно как он и выводится и собственно как вот так он и выглядит в этом принципе ничего сложного нет и это простая комбинаторика из фунга натурик это не просто линейная алгебра матрично естественно что таком случае мы можем составлять матрицу волновой функции как собственно говоря произведение некой функция которая является спиновый так и орбитальный тут есть одна маленькая маленькая вещь которую хотел бы вам сказать что для чего в принципе вводится это спиновая функция почему она привязывается конкретному электрону потому что у нас когда начинаем мы не можем просто говорить что когда есть два электрона вы еще можете задать что где-то плюс 1 где-то минус 1 но если у вас много электронов вы не можете постоянно следить о том у кого какой спин потому что спин может меняться понимаете как меняется спин до электронов дать вспомнить простую ситуацию у нас с вами есть что углерод на у него что может быть у него может быть 2 из 2 и какие-то давайте комбинации ну то есть два электрона на 2 с орбитали два электрона на п орбитали правильно а может быть один электрон на вес орбитали и 1 и 3 электроны на п орбиталь при переходе электроны с с орбиталей на п орбиталей возможно изменение спина вы не видите никаких логических причин почему этого быть не должно вот собственно говоря простой пример того что мы не можем постоянно навешивать одно и то же значение спина на каждый электрон она может быть разным и зависит того где электрон находится выгодно ему быть в этой ячейке или невыгодно находится в этой ячейке то он должен поменять спин чтобы два электрона находились допустим на на 2 с орбитали вот собственно говоря исходя из такой простой логики нам нужно постоянно следить за так называемой спин функции каких-то случаях она будет она будет оптимизироваться под то положение где находится электрон по основным к вам по пространственным орбиталям который у нас будет называться вот эти вот хи от r1 а это не что иное как спиновые функции ну собственно говоря построят такую матрицу и вынести за пределы матрицы для гелия опять же для один из электронов их в пространственные волновые функции у нас остается только матрица спин ну и собственно говоря когда после определенных манипуляций господин слейтер хорошая фамилия пришел уже к более общему решению когда у нас с вами много электронов то мы можем построить матрицу в которой построена естественно таким же образом как и здесь только в общем она многомерная зависимости от количества электронов единственная одна неприятность есть у этой матрицы она должна быть нормирована почему она должна быть нормирована пошла новая функция в сумме должна давать что единиц для одного электрона а для n электронов должна давать n собственно вот это здесь есть нормировка вот эта вся штука называется определитель слейтера который позволяет нам как бы предположить о том как будут у нас как мы будем иметь дело с волновыми функциями многих электронов которые имеют еще и спины вдобавок из и где вот это естественно у нас не что иное как спины орбитали вот что же у нас получается что у нас во первых на примере атома водорода где нас две частицы мы можем построить любую пространственную орбиталь для электрона потом с помощью определитель слейтера и всех этих спин уравнений мы можем уже дискриминировать положение электронов зависимости от того какой у них спин в пространстве когда их больше чем один ну и собственно переходя к уже много ягодным системам нам нужно принять какое-то решение о том как мы должны суммировать электронные функции для электронов принадлежащих формами разным ядром ведь в начале своего вот этого всего рассказа я вам сказал что чем отличается по большому счету та ситуация когда у вас есть два ядра с какой-то электронной плотностью с электронными функциями расположены на бесконечном расстоянии друг от друга от того случая когда они приближены тем что у вас изменяются пространственная функция электронов правильно ну естественно и спин тоже функции электронов все это поняли что связь ничто иное это как изменение облаков при приближение ядер если это действительно так то нам нужно собственно говоря взять и понять в какой степени мы должны изменять волновую функцию электронов у каждого ядра в зависимости от конфигурации системы и вот тут у нас приходит на помощь метод лк а у вас была химия первые курсы а что значит слушайте у меня первый курс в отличие от у нас был лет 20 назад поэтому для меня это тоже неправно но тем не менее приходится в некоторые вещи помнить это естественно локализован метод локальной комбинации атомных орбиталь это одно одно из приближений теории химической связи и суть его сводится к тому что в молекуле принципе все орбитали они остаются такими как есть но являются линейные комбинации того что было исходно совсем понятно нет а значит у вас был протон с один из функций и здесь еще один протон с один из функций то есть два атома водорода когда они приблизились друг другу у вас было два кругляшка когда они приблизились друг другу что получилось это самоочевидное утверждение о чем более осмысленное есть в идеях а вот у нас с вами получилось из двух кругляшков которые где-то там друг друг другу далеко были наверно что-то вот такое при том что у нас естественно это есть не что иное как их линейная комбинация как их можно ли не скомбинировать то есть у нас получается что одна из функций если мы их разложим она получится какой-то вот такой вот а вторая функция естественно получится какой-то вот такой вот да они стали не круглыми а продолговатыми почему они стали продолговатыми вот были кругляшки правильно потому что появился еще один протон который все притягивает чужой электрон и из-за чего у нас функция просто изменится подруговато вот этот меряюсь коэффициент изменения вот эту функцию уже в эллипс он описывается ничем иным как просто каким-то коэффициентом согласно этой теории лкао и собственно говоря что тут у нас происходит это простая линейная комбинация двух орбиталей и с неким коэффициентом нормализации ну нормализация понятно почему нужна потому что у нас опять-кин цена даже следить за тем чтобы у нас в итоге это играл плотности то есть плотность в итоге сводилось количество электронов системе то есть интегратора полного функции соответствующими абсолютно значение квадрата новой функции давал бы вам плотность а плотность на бесконечности всегда равняется количеству электронов все запомнили да хорошо ну и собственно говоря что нам остается в этом случае в этом случае нам надо с вами как-то попытаться узнать чему равны вот эти коэффициенты с помощью которых происходит линейная комбинация начинаем решать вот эту всю подставлять все вот эти наши значения в гамальпинян получается большие 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 уравнения которые может быть не очень интересны и в итоге не что иное как сумма кинетических энергий каждого электрона сумма энергии отталкиваний и учет еще чего-то все верят что вот это вот на самом деле энергия отталкивания а нет извините извините нет 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 поправьте меня быстренько что это такое если а это один протон б это второй протон она тут есть да нет потому что мы рассматриваем только электронную плотность что такое r1 а расстояние первого электрона до ядра а а r1b это станет первого электрона до протона б тогда вот это у нас да это является притяжение этот дробь отвечает за притяжение вот здесь это более явно в виде написано здесь у нас протоны у нас z равняется единице правда даже плюс 1 вот а вот это что такое отталкивание естественно да вот собственно что у нас и получилось у нас есть какой-то муторный интеграл в котором у нас собственно говоря мы должны смотреть по двум электронам в их пространстве вот это все взаимно интегрировать на мою функцию от минус бесконечности до плюс бесконечности подставив все соответствующие значения сюда естественно все должны быть правила комбинации вот естественно все это с помощью этого гамильтеана полный гамильтеан для используем матрицу слейтера мы можем все это перевести в очень большую большую длинную формулу в принципе он просто как-то автоматически переводится если у вас есть кем-то matlab проще он может вам все это нарисовать зависит от того сколько у вас частиц что тут еще можно сказать интересного что в результате что мы получим что мы считаем да здесь положили что мы считаем энергией пошли с наверху написано что мы делаем расчет энергии в общем виде но очень замечательно и так следующим этапом всего этого процесса это является естественно сисьмо что этот интегра окажется сложным бесконечно большим для больших систем то надо как-то разбить на компоненты тут есть одна маленькая особенность когда мы вот это все делаем мы всегда стараемся как видите идем по неким путям упрощения мы не можем посчитать для трех частиц но давайте попытаемся в аналитический будем посчитать это численно и так далее это вот все эти упрощения называются принципе квантово-химической модели и основное свойство квантово-химической модели стоит в том что она должна у вас работать для любого расположения для любой конфигурации системы одно и то же что это значит значит у меня вот если я беру вот эти два шарика на большом расстоянии друг от друга то он меня должно это должно одинаково хорошо работать когда шарики удалены на бесконечность или когда они сближены естественно что когда шарики удалены на бесконечность то мы считаем что взаимодействие между ними равны нулю собственно говоря тогда должно быть равно сумме энергии двух шариков вот основное из главных приближений за главных требований того что мы считаем что сумма энергии они в итоге равняется энергия системы равняется сумме энергии компонент зависит от то есть у вас компоненты не взаимодействуют друг другом и так мы начинаем посмотреть на это большое уравнение что нам здесь сложного и непонятного много чего но это нам не очень важно давайте попытаемся разбить на них несколько составляющих первая составляющая которая у нас есть это взаимодействие с ядром и плюс кинетическая энергия здесь наверное мы для каждого электрона можем все это более-менее посчитать все с этим более-менее хорошо и естественно вот это в дальнейшем будет называться как допустим гометан кор это связано это просто определяется самой системы какую какое у вас ядро какой у него заряд сколько у вас и и все по большому счету потому что кинетическая энергия в данном случае у нас при интегрировании будет всегда равна одному и тому же понятно почему да почему кинетическая энергия должна быть равняться одному и тому же для суммы электронов нет на самом деле потенциальные вот смотрите у нас есть вот это у нас потенциальные это энергия взаимодействия с ядром да вот это вот а это кинетическая энергия кинетическая энергия может меняться по времени для одного электрона а какая скорость электрона они увеличиваются или уменьшаются у электронов скотта может это делать что значит это основное приближение на самом деле шреддингера состоящее в том что в принципе кинетическая энергия электронов не изменяется она равна скорость электронов равна тупо скорости света есть тут одна особенность потом это было показано что есть релятивистские эффекты которые приводят к тому что в принципе возможно ускорение электронов измелений их в системах которые мы с вами но в молекулярных системах поэтому это приближение и мы пока не будем думать о том насколько теоретические эффекты могут менять кинетическую энергию скорее всего незначительно и таким образом у нас есть некая практически константа это как это это константа она естественно характерна только для конкретно выбранных систем и потому что если вы возьмете углерод или азот там разные зарядки ядра естественно разные будут энергии притягивания значит самое неприятное естественно начинается для нас когда мы начинаем с вами рассматривать энергию отталкивания электрон друг от друга у нас с вами есть давайте логически себе представим мы хотим найти плотность вероятности да какое-то нахождение электрона но если эта плотность вероятности зависит от нахождения другого электрона которого нахождение нам также неизвестно Понимаете, почему это нерешабельно в аналитическом виде? Собственно, как мы это можем решить? В этом есть куча подходов. Один из этих подходов встает в том, что... Так, а что это такое? А, это поправка. Значит, мало того, что у нас есть отталкивание электронов, так еще у нас есть такая поправка на спин. Давайте представим себе ситуацию, когда у нас все одинаковые квантовые числа и только разные спиновые числа. Чему будет равняться отталкивание электронов? У вас электроны находятся в одной ячейке с разными спиновыми числами. Чему равняется их отталкивание? Да. То есть, мы взяли, если они там находятся, значит, это оптимальное состояние, значит, их отталкивание равняется нулю. Хорошо. Но это значит, что есть некая... Мы должны вводить некую поправку, которая должна нам говорить о том, что эта поправка для разных спиновых электронов равняется его отталкиванию. А для одинаковых спиновых электронов не совсем этому значению, но какому-то... тоже является поправкой. Вот это у нас не что иное, как А. В общем, вот эти все сложные интегралы в итоге пытаются... Вот эта поправка называется обменной составляющей. Я немножко вперед сбегу, просто надо об этом запомнить. Значит, если у нас с вами есть кулоновское отталкивание, то, естественно, писать постоянно это большие интегралы, никто не хочет. Поэтому их упрощают до таких вот страшных формул. Не то, что страшных, но, в общем, это все более-менее понятно. Это нам надо посчитать, как отталкивается волноватый функция, вероятно, один электрон от другого. При том, что у нас электроны описываются волновыми функциями. Кси-1, кси-2 и так далее. Собственно говоря, отталкивание двух электронов друг от друга это попарное. Сначала отталкивание первого, а второго от первого. Поняли, почему здесь вот так написано, да? А еще вот это среднее. Вот. Значит, собственно говоря, и в данном случае обменную составляющую примерно записывают часто так же. А вот только там меняется порядок буквок, как вы заметили. Таким образом, у нас возникает первое приближение, которым я, на самом деле, не уж сейчас сбегу, скажу вперед. Это приближение х-трефока. Суть его, в принципе, почему я все это говорю? Я говорю о том, что как было бы невозможно посчитать формальные отталкивания электронов друг от друга, если бы у нас не было никаких приближений. Потому что мы пытаемся посчитать отталкивание одного, неизвестного, от другого неизвестного. И найти сходящуюся систему, в принципе, можно, но это должно быть какой-то численный метод с какими-то упрощениями. И одним из этих упрощений является метод приближения х-трефока, который... просто фока. Который считается, что мы считаем, что у нас есть электрон, который двигается независимо от движения других электронов. То есть он делается в неком поле. Это считается, что вот есть некий размазанный отрицательный заряд вокруг него, мы оптимизируем волновую функцию. Собственно говоря, дальше считаем, дальше для других электронов это. И делаем до тех пор, пока у нас изменение энергии не сойдется. Но об этом расскажу в следующей лекции. Но в итоге мы можем прийти к утверждению того, что у нас с вами есть четкое разбиение на составляющие вот этого гаммельтеана. Это первое у нас потенциальное взаимодействие, второе это электрон-электронное взаимодействие, и третье это обменная составляющая, которая должна каким-то образом немножко компенсировать отталкивание электронов из-за того, что у них есть какие-то спиновые числа. Если это один и тот же электрон, то вот эта компенсация, она становится максимальной, и что, собственно говоря, здесь и написано, что G, I, I, T, K, I, T равняются друг другу. Вот. В данном случае у нас, как вы видите, есть некая неприятность в том, что мы еще не разделяем по спинам электронов. То есть они у нас один и тот же электрон с разными спинами, то есть в одном и том же ячейке, он является одним и тем же. Это, опять же, несколько противоречит общему представлению о мире со стороны физиков, но ладно, обычно, что в этом ничего страшного. Так, ну вроде это последний слайд, и в итоге мы можем сделать заключение, что в нашем случае энергия будет записываться как энергия электронной системы, как сумма по потенциальным энергиям плюс сумма-сумма отталкивания с поправками. Вот и все. Вот и как считается энергия электронной системы. Здесь что-нибудь есть непонятное? Давайте так. Здесь, конечно, много всяких абстракций и формул, но давайте установим для себя простую логическую цепочку. У нас с вами исходно. Мы сделали упрощение и решили уронение Шреддингера для атома водорода. Шикарно. Отсюда, из этого решения, мы нашли все возможные пространственные орбитали для одного электрона. Когда у нас электрона становится больше, чем один, у нас возникает вопрос, что нам делать со спином. Со спином мы сделали очень просто. Мы доставим, добавили умножитель, плюс или минус один, в зависимости от того, какой у него спин. То есть это некая функция, которая может меняться. И как результат мы смогли на одной пространственной орбитали в итоге расположить два электрона. Правда ведь? Шикарно. То есть у нас есть функция, с помощью которых мы можем представить плотность нахождения электронов в том или ином месте, причем с разными спинами. Отлично. После этого нам с вами нужно научиться уже не просто считать, ну просто как-то представлять эти функции, их расположение. Нам нужно из этого что сделать? Получить что-то, что мы можем измерить. А измерить мы можем только одно — энергию. Энергию мы начинаем измерять с помощью применения вот этого уравнения Шреддингера, в котором есть такое слово как гамальтиан. Правда ведь? Значит, собственно гамальтиан разбивается у нас на две основные части, которые важны для нас. Это потенциальная энергия электронов, взаимодействие с ядром и кинетическая энергия. Плюс самое неприятное для нас это энергия взаимодействия электронов между собой. И здесь у нас наряду с тем, что у нас есть традиционные методы кулоновского отталкивания, которые мы используем в классической механике, есть еще некая поправка на спин. И естественно поправка на спин, она становится максимальной в случае того, что если у вас начинают совпадать все квантовые числа и различаются только квантовые, только спиновые числа. Вот и все. Значит, это нужно все только для того, чтобы получить значение энергии. И естественно, что у вас, как у людей, думающих, должен возникать вопрос, как мы можем получить, если мы не можем посчитать влияние одного неизвестного на другое неизвестное. В данном случае делается простое приближение, что одно считается неизвестным, а все остальное размазывается в пространстве и объявляется неким полем влияния. То есть, по сути дела, вносится в потенциальную часть. вот и вся, вот и весь рассказ про определение энергии электронных систем. Последнее высказывание все все поняли? или это перегруз? Ну, если нет, то все, давайте закончим на этом. Пойдем. Субтитры создавал DimaTorzok